У нас есть такая очень принципиальная глава, что это глава «Золотого тельца». Эти слова имеют по-русски совершенно другой оттенок, чем их судьб. Дело в золотом тельце, как это понимается, богатство и все прочее. Есть тут такая тема, что именно те гены, которые приняли, что оба им не спаршего Всевышнего, называемые «Эры в раб» – собрания народов, которые поднялись с евреями из Египта, очень много между прочим. Именно они подбили народ Израиля сделать «Золотого тельца». И тут есть, в общем, такая принципиальная вещь, касается как евреев, так и геров, так и тех неевреев, которые хотят стать евреями, чтобы все проверили в этом отношении. Ну, все знают, что народу, в общем, был там, конечно, очень большой соблазн сил зла. В общем, при этом не дождались несколько часов. Шесть часов. Не хватило терпения дождаться избавления шесть часов. Есть известные высказывания, которые относят к Нахману из Бреслова, но с ним никто не спорит. Никто из истинных евреев не спорит с этим. Он говорит, что «эн юж болам». Нет отчаяния в этом мире. Что нет отчаяния. Ну, если что-то потерял, то, что вещь может пропасть, он не надеется его найти. Это вещь нормальная. Нахман не спорил с Салмудом Бабыка в Бабыце, что есть понятие юж, отчаяние от каких-то материальных убытков. Нет, имел в виду. Но человек должен отчаяниться от хорошего конца. В двух словах. Потому что если вы ищете, все делали к добру, и тут с этим никто не спорит. Никто не спорит. И причиной, одной из причин создания золотого сердца, это было отчаяние. Вот сатана уже показал носилки из Маширопейда в небесах. Все, вовремя не пришел. Вовремя не пришел. И мы уже ни разу об этом говорили, что касается, кстати, гладкий стерл. Там написано, что «Амэ арэ смит ягадым». Буквально народы земли обьевреиваются в водном пересказе. Ну что, почему нет? Такая победа. «Амана» повесили. Всех «Амалеков» перебили. Так надо идти с победителями. То же самое, что было при выходе из Египта. Нет. Быть победителями… В конце мы будем победителями. Но тот, кто хочет быть победителями во время изгнания, так он изгнание не переживет. Не переживет. Нет. То есть суть еврейства – это вера во Всевышнего в самых тяжелых ситуациях. В самых тяжелых ситуациях. Поэтому те, кто решили стать евреями, когда евреи были на величайшей высоте, очень сомнительно принять еврейство. Тем более, это говорится, что в времена Шломо просто геры не принимали. Да. «Амустровали на устье, а геры не принимали». Что, не понял? «Амустровали на устье, а геры не принимали». Я говорю, что не принимали. То есть то, что если примут по ошибке, это и будут геры, но изначально они не принимают. Пример такого истинного герута, принятия еврейства, мы находим во Всехедгитии. Очень такой интересный пример. Это было обращение еврейства Нердмирона. Он был полководец рийским, когда наступал на Иерусалим. И он проверил, так сказать, что все, куда бы ни посылали, так сказать, стрелы, и все поселились в сторону Иерусалима. То есть, что Всевышний хочет наказать свой народ, а потом взыскать с того, кто это сделает. Так можно было просто бежать. В этой ситуации, когда Всевышний взыскивает своего народа, народ принимает еврейство. Это, поверьте, поразительно. И неспроста, есть разные точки зрения. То ли он сам стал Раби Мэйером, или из него вышел Раби Мэйер. Из него вышел Раби Мэйер. После него самого он стал там Раби Мэйером. Раби Мэйером это... Сам Раби Мэйером. Что? Сам Раби Мэйером. Это вопрос спорный. Или из его потомка вышел Раби Мэйером, неважно. Но от такого Герута мы получаем там Раби Мэйером. Это от такого Герута. Когда есть приобщение к победителям, к богатым победителям и так далее, то... И поэтому я все объясню. То есть, понимаете, я себе одну идею добавил, то что обычно я уже не говорил об этих вещах. что основа еврейства это вера и доверие к Творцу в самых тяжелых ситуациях. Тот, кто с нами в этом, он ему подобает победить еврейство. Тот, кто с нами не в этом, то ему еврейство не подобает. Более того, пишет Винский Гоун, что все тяжкие перепития изгнания это чтобы отторгнуть от еврейского народа потомков Раби Мэйеров. Они не выдержат испытания изгнания. Я приду просто на место, которое, думаю, что вы знаете. Есть в одном месте, где есть эпиза темы Герута, в Торе, это в четвертом главе «Перекхолец». Там пишется, как принимают героев. Там говорится какая-то интересная вещь. Говорят, не евреи, кто хочет взять еврейство, ты учти, евреи сейчас их бьют, они в волшебном состоянии и так далее. Зачем тебе все это нужно? Ну куда лезешь? Я помню одну историю. Ну, я... Ну, я не точно не буду говорить. Понимаете? Просто некоторую идею. Кто был готов понять еврейство под пятой нацистов, это о чем-то говорит? Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Я должен проверить это. Ну, так вот, когда есть, сообщают о всех, так сказать, проблемах, в которых он влезает, он отвечает, я это знаю, и я этого не достоин, всех этих тяжестей изгнания, он принимает немедленно. Потому что истинную святость надо принимать. Истинную святость... И это было первым экзаменом, который провалили Эр-Иврав. Это был Золотой Телец. Но вся беда в том, они просто сами провели экзамен, они сумели еще заразить часть народа Израиля. Кого больше, кого меньше. Тут есть некоторая параллель. Вещи очень связаны. Связан Эр-Иврав. И связан также с Амалеком. Когда мы говорим о приходе Амалека, это было еще до прихода Торы, до получения Торы. Слово, что Ивайкар. Ивайкар, это имеет несколько значений. Стучился, еще имеет смысл, остудил. Потому что кого он остудил? И говорят, что остудил, так сказать, страх перед совещением других народов. Здесь еще одна вещь. Он самих евреев остудил. То есть это есть влияние есть влияние окружения, окружения, которого никто от этого влияния полностью не защищен. Я видел в одной очень важной книге, я уже не помню какой, такую интересную вещь. что эти ангелы, которые Всевышний спустил в этот мир, они пали. Что ангелы, хотя у них нет собственного другого начала, но влияние окружения на них влияет. Даже ангелы. поэтому есть много постановлений, что надо быть, отделяться от среды, которая портит, которая портит. и по большому счету, чему это говорю сейчас. Мы сейчас в разгаре святых дней месяца одара первого и второго. Есть интересная такая тема, начинается радоваться уже в первом одаре, только во втором. Ну, храм Сойфер написан перед моим текстом, что он подписал на свою письму свой ответ в начале первого месяца, когда увеличивают радость. Для храм Сойфера это было очевидно, что уже есть. Это местность отдал для нас это маяк надежды. Не было более страшного постановления в истории еврейского народа, как то, что замыслил Аман с Хашферошем. Не было. Такой дьявольский план убить евреев всех в один день. Почему в один день? И объясняли это так, когда не все будут в один день, то тот, кто сейчас на кого не напали, они будут молиться за тех, кто напали. А тот всех в один день. Всех в один день. Не было такого, то есть Гитлеру не снилось то, что задумал Аман. Что-то не снилось и молит. Вот это тяжелейшее постановление и сила Мордыха и Эстер, а с ними пошел весь народ, не потеряли надежду. Это сила веры, достойность величайшего чуда, нам приняли Тору, и след этого великого исправления остался на все поколения, на весь Садар и на сам Пурим, и укрепить в себе надежду на избавление от временных проблем, и надежды на цельное исправление всего мира. Это то, что надо укрепить в себе сейчас, дай Бог, что достоинство этого цельно. Всего хорошего. Хорошего месяца Дар, хорошей недели, и, действительно, уйти от всех последствий греха Золотого Терца. Это и так просто. Всего хорошего. Как оценили сегодняшние дни? Народ находится на высоте или... Как кто? Есть народ, который находится на высоте, а из которых находятся еще не на высоте. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...